Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях всеми любимый, по традиции, Артём, представитель BingX. Артём, привет! Привет! Да, ну такая функция мы пробовали. Если так делаешь, у меня, по крайней мере, вот, какие-то шарики. Не знаю, будут ли они видны, у Артёма почему-то не работает. В общем, друзья, сегодня много всего интересного мы хотим вам рассказать, а именно про рынок, потому что рынок показывает пируэты. Вначале мы стремительно ввалимся, сейчас, в момент записи этого видео, мы как-то уже показываем жизнь. В общем, интересно было бы обсудить, я своими мыслями поделюсь, Артём расскажет, что думаешь по этому поводу. Начнём, пожалуй, с, как я и сказал, самого интересного. Насколько глубоко то падение, которое мы наблюдали, на твой взгляд, может продлиться, или же мы его уже закончили, и стоит подбирать что-то интересное? Как ты думаешь? Ну, я тебе вчера ночью писал, что для них эфир с битком, я вчера подобрал биток и эфир, ну, чисто спекулятивно. Причём эфир подобрал, вот, давно этого не делал, ну, прям почти на весь депозит, только из-за того, что стоп короткий. Ну, то есть, для меня это трейдинговая сделка просто на споте. Плечом брал без? Без плеча просто, ну, я взял на фьючах, просто с первым плечом, ну, просто удобнее из-за того, что у нас гарантированный стоп-лосс, то есть на споте там в случае стопа, ну, у меня там позиция в районе 15 эфиров, и в случае стопа может быть там какое-то проскальзывание. На фьючах гарантированный стоп-лосс, поэтому я брал на фьючах. Там как-то, по-моему, комиссия больше, да, как ты платишь? А тут смотри, смотри, в чём нюанс. Да, за гарантированный стоп-лосс там доплата на эфире 0.02 комиссии, но есть нюанс. Так как у меня это сделка трейдинговая, на фьючах комиссия 0.01, ой, на споте, а на фьючах 0.005. То есть, соответственно, на фьючах она… Не особо разница большая получилась, да? Нет, но на фьючах она в два раза меньше. И получается в том, что если ты берёшь короткосрочную сделку, то, ну, если это там недолгий ходл, то есть я же говорю, для меня это трейдинг, я просто, ну, вижу предпосылки, то есть у нас есть биток, который дал рост, есть там Солана и так далее, там АВАКС, которые… Ну, про это мы ещё поговорим, про отдельные токены мы поговорим с тобой. Я сейчас не про отдельные, я сейчас не про отдельные, я про… И эфир – это как бы обычно следующий этап после биткоина. И вот при такой коррекции и то, что на графике эфир к биткоину удержал неплохо уровень, который он долго не мог пробить, и после пробития… Покажи, может быть, где покупал, покажи на графике, о чём ты говоришь, покажи вот эти вот уровни, где входил, я думаю, что зрителям интересно. И вот ты обещал показать какие-то свои мысли. Да, сейчас, секундочку. Да, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, да, это моя недоработка. Попробуй сейчас. Да, есть. Смотрите, тут даже, ну, не надо какой-то более мелкий таймфрейм, то есть вот у нас… Друзья, в описании к этому видеоролику вы найдёте ссылку на мой телеграм-канал, где мы буквально недавно запустили новую рубрику, которая называется «Что сегодня выросло и почему?», где мы разбираем главные горячие инструменты и разбираем на криптовалютном рынке и разбираем причины роста этих инструментов. Признаться, не всегда эти причины ясны, но если они ясны, если мы понимаем, что там происходит, мы описываем это в коротеньких сжатых постах. Несколько постов в день выходит, и, соответственно, это помогает вам лучше ориентироваться в рынке и не пропускать самые горячие инструменты. Ну и также, друзья, в закреплённом сообщении в этом комментарии вы сможете получить от меня лекцию по ликвидности. Что такое ликвидность? Всё очень просто, друзья. Вот здесь вот выше я показываю корреляцию ликвидности и капитализации биткоина. Мы видим практически стопроцентную корреляцию этих двух параметров. Соответственно, если вы умеете определять ликвидность, вы можете лучше прогнозировать будущие тренды на криптовалютном рынке. Что такое ликвидность? Кто её создаёт и как её определять? Найдёте в этой бесплатной лекции. Лекцию можно получить, сразу сообщаю, за подписку. То есть нужно быть подписанным, и вы сможете открыть эту лекцию. В общем, все ссылочки прямые оставлю в описании к этому видеоролику. Чекайте, подписывайтесь, получайте полезный бесплатный контент, и мы будем с вами на связи. Приятного просмотра, мы продолжаем. Вот у нас долго держал уровень 0,555, возьмём, да, по эфиру. Мы его импульсно пробили, когда эфир там в момент паузы битка рос. И вот это падение остановилось чётко на этом уровне. Соответственно, для меня это был триггер попробовать. То есть я взял по эфиру вчера, ну если в USB-T, по 2,185, если не ошибаюсь. Ну покажи, где брал. Ну покажи на самом графике эфира, где. Сейчас. Сейчас. Вот тут более локальную. То есть вот у нас лой был 2,168. Я брал в районе 2,187, где-то тут. Но я в это время не спал, и я смотрел слом на трёхминутке. Я уже говорил об этой стратегии как-то на каком-то видео. То есть я ждал сломок. Вот у нас был лой, 2,168. Вот, ну то есть такая чисто техническая история, которой я часто пользуюсь. Вот у нас последний хай перед лоем, да. И вот обновление этого хая. И вот в этой зоне я брал на коррекции. То есть, ну скажем так, это был поиск точки входа на маленьком тайфрейме. Но если бы мы даже ниже пошли, то есть понятно, что я вот здесь стоп не ставил. То есть если бы мы даже здесь ниже не пошли, я готов был добирать. Потому что меня спровоцировал на это именно график эфира к битку. А за что бы ты покупал, если ты вошёл на весь депозит? Как бы ты покупал? Ну я зашёл с первым плечом. Ну и что? Ну ты же зашёл, всё, у тебя позиция, деньги заложили. Ну я изменил бы плечо на пятое, освободил бы 80%. А так можно делать? То есть можно по позициям менять? Конечно, конечно. В реальном времени можно поменять. Ну то есть у меня была цель, ну вот такая позиция. Но если бы мы пошли ниже, я бы подобрал немножко. Потому что вот в этой сделке для меня сразу был ментальный стоп. Это уход ниже 2,80. То есть не то, что там стоп фиксированный. А вот если бы я увидел, что мы ниже 2,80 уходим, и час закрываем, я бы просто сделку вручную закрою. Ну это очень интересно. А вот если бы цена, знаешь, бывает такое, что если бы она полетела ниже 2, ты бы просто в моменте закрыл или бы сидел смотрел? Как вот интересно будет? Нет, я бы в моменте закрывал и искал бы какого-то локального склома структуры. Но тут видишь, тут другая история. Тут я, ну в этот момент был в рынке, я вижу локальный слом, я вижу объемы. При этом я смотрю метрики того, что у нас там индекс страха и жадности прям моментально остыл. Я смотрю метрики, что шарты набираются, а мы как бы упали там на секундочку по эфиру, там процентов на 6, на 7, если я не ошибаюсь, в моменте. И тут вопрос в том, что напрашивался, ну даже какой-то технический отскок. То есть я не говорю, что я там уверен, что мы отсюда пойдем расти. Нет, это теория. Но при моей точке входа я в принципе могу уже стоп без убыток перенести. Потому что мы получили довольно неплохой отскок. А где планируешь закрывать эту сделку? Вот тут вопрос. То есть ожидания у меня по эфиру вообще. То есть если, ну опять же, если мы говорим о том, что эфир начнет все-таки перформить и у нас начнется какой-то эфир сезон, то при этом первый тейк будет на перебитие хая. Но это только в случае, если мы что-то увидим. То есть надо сейчас смотреть за битком, если биток выше 40 не поднимется, то есть пока он там как бы бьется выше 40. Сейчас уже 40-150. Вот ты можешь открыть. Прям классно, потому что у меня по битку тоже позиция открытая. Это, ну, фьючерсная, типа, не, скажем так, краткоспекулятивная. Там 4600 стоп стоит. Ой, тейк. То есть тут в чем вопрос? Ну, первая зона, вот, у нас как бы невооруженным глазом видно блок, скажем, продавца-покупателя. Ну, сейчас не про теханализ. Ну, вот, то есть первая цель там, если смотреть чисто спекулятивно, 2350. Но у меня, я же говорю, у меня интерес посмотреть, ну, даст ли развитие этому движению эфир. Если даст, я, ну, все-таки хотел бы первую часть прикрывать под 2700 и держать до 300, до 3500. То есть, если мы увидим, откуда такие цифры, сейчас покажу еще раз график эфира к битку. И вот у нас ситуация. То есть ближайшие зоны 0.63 и 0.7. То есть, соответственно, при цене в 40 тысяч битка, в 40, соответственно, если чуть выше, то выше. Ближайшие зоны у нас по эфиру 0.7 и, ну, 0.63 и 0.65, то есть вот этот диапазон. То есть, соответственно, 0.7 при цене 40 тысяч, это 2 800. Ну, естественно, если эфир будет перформить, то биток тоже, там, вероятнее всего подрастет. То есть, поэтому, в принципе, если мы увидим все-таки какой-то вот эфир-сезон, а вот этот импульс нам дает о себе знать, скажем так. То есть, он пробил довольно важную зону, под которой он долгое время болтался и пробить не мог. Поэтому, я думаю, в случае движения эфира больше трех мы можем увидеть. Поэтому, ну, для меня эта сделка была просто с очень хорошим риск-реварда. То есть, я рискую, там, грубо говоря, 10-процентным стопом. При этом, ну, мы же не раз обсуждали, там, публичные идеи по Эртам. То есть, я по факту рискую частью своей прибыли, полученной за последнее время. И у меня есть возможность, там, получить, ну, грубо говоря, 50% депозитов практически. Поэтому такое решение было принято. Ну, в целом, хорошо. Какие мысли по поводу перспектив? То есть, я так понимаю, что ты заряжаешься все-таки на то, что мы закончили коррекцию. То есть, это была коррекция. Это был не какой-то первый импульс более серьезного обвала. И, соответственно, дальше мы продолжаем рост. Правильно? Нет. Вот у меня настроение такое только по эфиру. Биток. С прошлого видео ничего не поменялось. Я также буду присматриваться к шортам в районе 45-47, если мы туда дойдем. Почему? Потому что, ну, вот, если смотреть историю, я просто не раз это наблюдал. Эфир-сезон, там, ну, за время, что я в крипте, и так как я всегда активно трейдил, наблюдал в моменте. То есть, эфир до 3000 может дорасти за 2 дня. При этом биток, он будет стоять на месте, он не будет ничего делать. Поэтому у меня такой, вот, прям бычий настрой только по эфиру. Почему? Потому что, ну, логичное завершение какого-то роста по битку, это какое-то движение по эфиру. Ну, и, соответственно, потом, скорее всего, если мы это увидим, я буду переливаться еще и вольт. Ну, опять же, это, ну, наверное... Я просто не понимаю, если мы увидим движение, то есть, как у тебя, и лонг и шорт одновременно ты будешь открывать? Не-не-не, ну, ты имеешь в виду сейчас про биток? Ну, просто если, ну, вряд ли мы увидим на рынке разнонаправленное движение, что биток будет падать, а альта будет расти. Нет, я же только что сказал, биток может стоять. Ну, то есть, битку достаточно просто встать во флет, там, 42-44 на несколько дней, и эфир в это время будет расти. И это, как бы, ну, это не что-то из ряда вон выходящее, это стандартная ситуация, когда начинается эфир сезон. И мы же видели все, то есть, почему, ну, а еще одна из причин, почему я открывал эту позицию, потому что, когда биток падал, особенно, там, с 49 на 42, там, с мелочью, альта стояла. То есть, соответственно, уже какая-то переливка началась. Но последнее время-то альту слили? Ну, естественно, ну, потому что и биток дальше пошел. Ну, плюс у битка цена уже интересная была, там, для какой-то переливки. Ну, я имею в виду тут в плане розницы это все больше. Поэтому вот тут идея, как бы, ну, скажем так, попробовать. Пока вот мы вот этот уровень, там, 0.55 плюс-минус по эфиру держим, у меня настрой на отскок вот куда-то в 0.7. Ну, в общем, эфир по бычьей, по поводу альты мы сейчас с тобой поговорим. Ты хотел мне рассказать по поводу каких-то новых конкурсов, новых бонусов, которые дает Bing X при открытии счетов? Да, да. Но это и для старых, и для новых пользователей. Новая акция. Ссылку я, как всегда, тебе передам. Давай. Будет в описании, друзья, ссылка на вот эти условия новые. Бонус за верификацию, за первый депозит. Причем тут есть и бонусы, и тестовые средства для торговли на фьючерсах. И это и для текущих пользователей, которые уже зарегистрированы по твоей реферальной ссылке, и для новых пользователей. То есть вот акция 24 дня, она будет идти по ссылке. Переходите, посмотрите. Ну и турнир, я открывать его не буду, он у меня где-то закрытый. Турнир у нас идет, там, где лотус разыгрывается. Мы о нем уже говорили, ссылку тоже оставит Андрей в описании. Так что, вэлком. Вэлком, да, друзья. Приятные бонусы для пользователей биржи. Да. От меня, соответственно, поддержка. Если какие-то вопросы возникают с BingX, пишите мне. То есть регистрируйтесь по моей реферальной ссылке. Если что-то, какие-то вопросы, пишите мне. И, соответственно, я стараюсь применить весь свой ресурс для того, чтобы эти вопросы решить. Ну и плюс, есть набор лекций, которые вы получаете от меня абсолютно бесплатно. Тоже достаточно написать мне свой ID клиента. И, соответственно, после пополнения, как только вы пополнили, начали торговать, пишите мне. Я даю вам доступ к закрытому материалу. В общем, все подробности в описании. Моя реферальная ссылка, ссылки, про которые говорил Артем, также будут в описании. Теперь же давай поговорим про самое-самое, пожалуй, интересное для нашей аудитории. Это, ну, как бы, биток эфир, понятно. Там уже многое, наверное, по крайней мере, в рамках этого импульса уже решено. По поводу альты. Вот буквально вчера мы обсуждали в рамках моего инвестиционного клуба, что же происходит. И, ну, конечно же, да, то есть коррекция достаточно серьезная. И были признаки, действительно, в моменте того, что есть покупатели. Но вот я вчера высказывал свое мнение, что для меня это пока что такой спекулятивный отскок. То есть для трейдеров, как ты правильно сделал, хорошие возможности. Но вот с точки зрения инвестиций, если мы посмотрим на альту... Давай вот я сейчас открою свой экран. Так, сейчас, секундочку. Дестоп, дестоп. Вот это, наверное, будет. Вот, если мы посмотрим с тобой на альту, там, не знаю, ну, например, вот Binance. Я отмечал вчера, что мне нравится, что... Или позавчера, в общем, стоял он выше трех ста, так достаточно уверенно его пролили. Опять закатали ниже трех ста. Например, тот же Matic. Ну, вот уровень я тоже отмечал. Но нельзя сказать, что прямо... Ну, то есть сложный пробой. Да, есть сложный пробой, но как-то, по крайней мере, пока что вяло. То есть не выстраивается все в какой-то прямо супер-супер-бычий разворот. Вот, возможно, опять-таки, конечно, через какое-то время мы сейчас увидим, там, Atom уйдет выше десяти, там, Matic уйдет выше, Binance опять вернется выше трех ста. Там, не знаю, какие-нибудь, там, оптимизм можем посмотреть, то есть какую-то такую альту. Дот, который ты говорил, ну, вот оптимизм, ну, как-то вот прям... Да, пробили, ушли, вроде бы есть коррекция, но тоже не похожая на какой-то прям сильный возврат. Не знаю, там, Ada, из которой мы вышли. Но тоже как-то все... Оно вроде бы и есть в покупателе, но такой, знаешь, синхронной картинки, чтобы прямо вот как, не знаю, как это было, там, в октябре, в ноябре, там, даже в сентябре еще многие... То есть инструменты выстраивались, выстраивались в такую, ну, прямо под аптренд. Сейчас это, по крайней мере, в моменте, то есть это может все перерасти, там, через день все сложится именно в такую бычью картинку и будем покупать. Но в моменте все как-то выглядит шатко-валка. Там, Дот, да, я обещал показать, про который ты рекомендовал. Дот покупаешь сейчас? Да, я купил. Дот вот на этой коррекции покупал, да? У меня по 6,1 стоял ордер, и я там, ну, немножко относительно, там, где-то в районе 1000 долларов. Ну, скажем так, это была первая покупка. Ну, я имею в виду, после роста первая покупка. То есть у меня до этого там чуть я набирал, ну, совсем копейки. То есть я планировал им как-то грузиться, но пропустил. Слушай, а вот Апекс покупаешь? Мы как-то с тобой говорили по поводу Апексу. Я еще не доходил до покупки чего-то нового. Апекс, я по-прежнему, вот мое мнение, что несмотря на там 10 иксов, которые он дал, его цена и с точки зрения капитализации по-прежнему интересна, потому что 100 миллионов. Давайте будем реалистами. Если это одна из крупнейших цекс-бирж, то ДЭКС, я думаю, ну, они тоже с маркетингом проблем не будут. Поэтому 100 миллионов для ДЭКСа, для, ну, для нормального ДЭКСа. Я, честно, я его еще не смотрел. Может быть, поэтому еще не покупал. То есть мне интересно зайти его посмотреть. Если функционал мне понравится, то есть я увижу, что это что-то стоящее, то, ну, по текущим, я думаю, вполне нормальная цена купить, как инвест. Может быть, ты же говорил, что ты немного вошел там частично. Нет, я сказал, что я хочу. Ну, то есть я сказал, что эта цена, в принципе, при капитализации приемлема для покупки. Я сравнивал его с ДОДО, у которого капитализация там примерно такая же. При этом, ну, это один из многих ДЭКСов, скажем так. Ну, вот твое мнение по поводу Альты, которая вроде бы показывает в моменте какую-то жизнь, но в целом пока что картинка такая, ну, достаточно пессимистичная. Потому что, да, на коротком таймфрейме жизнь вроде бы есть. Там Апекс как-то сложно мне судить. Ну, это не моя игра. То есть это не мои истории. Как-то я писал в Телеграм, что если, например, для меня пампы, это если ты успел в начале где-то считать, там, условно, здесь, там, по 0.7, вот кто-то писал, покупал, там, по 0.9, ну, по 0.9, наверное, даже уже было поздно. То есть если вы где-то здесь не купили, то дальше у тебя уже математика не на твоей стороне. Поэтому я в это не умею играть, не люблю, не участвую. То есть это вот, ну, еще раз, это не для меня. А вот по поводу, там, не знаю, матика, ну, разве это обычный график? Ну, вот разве это реально? То есть, да, у нас был уровень, да, у нас здесь вроде бы ложный пробой. Теоретически эта ситуация может как-то развиться во что-то обычное. Теоретически, с точки зрения, извините, что перебью, с технической точки зрения, это вот тот самый паттерн, который мы любим. Ну, то есть снятие ликвидности всей. И, ну, в данный момент, если говорить о том, что у нас есть надежда на продолжение тренда, то это прям хорошая точка хода, и где стопик можно под лой кидать. Понимаешь, дело в том, что если это были бы отдельные инструменты, то есть это классно работает, на мой взгляд, когда у тебя бычий рынок, там, условно, бычий, прущий биткоин, у тебя в целом очень хороший какой-то, там, не знаю, сантимент на рынке, такой, ну, прям видно, что уровни держат, там, все поддержки удерживают и многие-многие другие признаки силы. И у тебя есть, грубо говоря, несколько инструментов вот с такими паттернами, где сняли эту ликвидность, и ты пытаешься, значит, там поучаствовать. Это одна история. Но когда у тебя весь рынок такой, знаешь, вроде бы сняли эту ликвидность, и ты ждешь, что во что-то это перерастет, ну, вот, сложно, сложно. Опять же, нюанс. Вот я тебе говорил, что я часто опираюсь на историю с индексом страха и жадности, его очень охладили. То есть, ну, скажем так, даже в моменте, пусть даже... А это который на CNN, Fear and Grid, или нет? Да, его можно где угодно, он на CoinGlass, кстати, появился, я на CoinGlass все в основном смотрю, можно на CoinGlass глянуть. Ну, там, где вот ликвидации, мы с тобой как-то его смотрели. Если что, не видно, ты, наверное, на другом мониторе. Да, 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 я открываю, сейчас посмотреть. Ну, да, 48, да, сейчас. Да, то есть, он очень охладился. Скажи, видно, не видно? Да, да, сейчас видно. Он очень охладился, и, как правило, ну, вот какая-то, опять же, из истории, какая-то завершающая, кульминирующая волна вверх в данном моменте может быть. Ну, то есть, мы получили охлаждение, и после этого какой-то отскок. И вот, вот я же говорю, что у меня нет какой-то надежды на биткоин. То есть, я вот в технической картине, если чисто техническую, я не вижу уже перехаёв по биткоину, ну, вот локально. То есть, вот мои ожидания как были, они, что я там хотел бы увидеть биток в районе, там, плюс-минус 30, они никуда не делись. Ну, биток, на самом деле, там, в моменте выглядит получше эфира. Ну, то есть, в целом-то, он выше 40. USDT, да, USDT, я согласен. Но вот тут в этом-то его и интерес, что его хорошо пролили, но в паре к биткоину он выглядит лучше в моменте, ну, точнее, он выглядит перспективней в моменте. То есть, тут, когда ты говоришь об альтсезоне, это всё-таки соотношение цены биткоина к альте. И я отталкиваюсь от этого, это одно, это, опять же, исходя уже из опыта. То есть, когда у тебя есть сильный уровень эфира к битку, и он его тестирует, и если он его не пробивает, то, как правило, в этот момент эфир, ну, можно вспомнить недавнее движение эфира, когда биток стоял на месте, эфир там на 2700 сходил. Он не рос вместе с битком, он стоял. А потом, если я не ошибаюсь, я там локально не помню, но если я не ошибаюсь, даже в момент там какой-то лёгкой коррекции битка, эфир очень неплохо отрос. И вот я примерно такого же движения сейчас ожидаю по эфиру. То есть, я там не, ну, не ту-земунер там, не про 5, не про 10 тысяч долларов, которые мы сейчас увидим. То есть, мне интересно вот забрать там 800-900 долларов от сколько, ну, при моей позиции, это там несколько нормальных зарплат. Я понял. Ну, возможно, то есть, 800, то есть, где-то к трем, да, ты хочешь? Да, где-то к трех-трем тысячам, да. Ну, понятно, что, то есть, я же говорю, 2700, я, скорее всего, там, закрою там 50% позиции. То есть, если я увижу движение, 2700, закрою 50%. Ой, не знаю, Артем, смотри на графике, что-то мне кажется, что... Посмотрим. 3000 – это супер оптимистично. Да, безусловно, посмотрим, но с точки зрения, там, не знаю, технической картинки, для меня эфир даже выглядит более пессимистично на сегодняшний день, нежели чем биткоин. Знаешь, самое интересное, вот еще... Вот интересно, друзья, напишите в комментариях, что мнение вы поддерживаете. Мнение Артема, который делает ставку на рост эфира, или же мое, что эфир в моменте, ну, наверное, менее интересен, уж точно менее интересен, чем биткоин, и уж точно менее интересен, нежели чем какие-нибудь отдельные альткоины. Интересно, что почитать будет, зайти, что же там на рост. Да будет батл в комментариях. Да, ну, не батл, а просто, скажем так, люди выскажут свое мнение, да, по поводу кого они поддерживают, вот. А в Телеграм-канале, кстати, друзья, тоже давайте мы и в комментариях напишите, и зайдите в Телеграм, проголосуйте. После выпуска этого видеоролика я сделаю там специальный опрос. Куда же пойдет эфир? Я думаю, что и вам интересно будет посмотреть на некий такой сантимент, куда же все-таки большая часть респондентов будет склоняться. То есть ссылочка будет в описании на мой Телеграм. Проходите, подписывайтесь и обязательно голосуйте. Хорошо, давай поговорим теперь про отдельные истории. Я так коротко пробежался по некоторым инструментам, скажем так, общий сантимент посмотреть. Возможно, ты подскажешь, и в целом мы-то тебя любим за отдельные какие-то идеи. Что по альте? Что покупаешь? Ты вот сказал, набрал дот, что еще покупал? Ну смотри, я еще не купил, еще в прошлом видео хотел сказать и забыл, мы с тобой перед видео за это говорили, EOS, в чем у него интерес? То, что я сейчас вижу во многих дефи-историях, которые там любят дефи-монетки на ранней стадии покупать. То есть EOS, если смотреть с точки зрения локального, ну не локального, точнее, а all-time lawyer, еще ничего не показал от слова совсем. А за него сейчас покупают вот эти всякие новые токены, типа вот как за эфир в свое время и так далее. И, возможно, это даст ему перформ. Ну и плюс тут, даже если смотреть с точки зрения спекуляции со стопом, тут очень короткий стоп. У него, если не ошибаюсь, около 0.5 самый лой был. И можно вполне попробовать со стопом такую сделку открывать. То есть просто за low, который локальный был? Да. Мешает мне. Zoom, ее не видно. Блин, ну мне ее никак. Сейчас, вот, убрал. Ну да, получается, да, даже 0.5, ну по-моему, да, это вот совсем свеча была 0.5. Ну да, получается стоп сколько там? Наверное, процентов 30, наверное, плюс-минус, что для крипторынка, наверное, окей, да? Сомнительно, но окей. Как это, не знаю, видел от Тинькова. У меня в этом случае инвестиционная идея, то есть я рискую в этом случае тем, что влаживаю. И там, если я увижу перелой и увижу все-таки сантимент у EOS, что он куда-то будет продолжать, то есть я буду докупать. То есть я сразу говорю, что я его беру без стопа. Это вот инвестиционная история с какими-то... Слушай, а вот как хорошо? У меня тогда вопрос практический. Вот если мы видим, что инструмент падает, как понять, что у него есть какая-то жизнь, что у него сантимент бычий? А тут надо смотреть... Ну, вот конкретно EOS на самом деле фундаментально довольно сложная история. Они там кучу денег собрали, нифига не отперформили, ну, в плане ожиданий. Но при этом после этого там куча управлений поменялась, они вроде бы как ребрендинг сделали. И EOS сейчас выглядит вот как многие там инструменты, про которые все забыли, но при этом, вот я же говорю, для меня сигналы, то есть я там, ну, ввиду работы общаюсь с разными партнерами. И вот у меня есть там ряд довольно больших пабликов именно в дефе истории. Я смотрю, что они прямо, как раньше за эфир покупали, так покупают за EOS. Соответственно, комиссии поменьше. И вот для меня это огромный триггер, потому что мемы это то, что ростит рынок. Через мемы приходят комики. Ну, я имею в виду, ростит новых пользователей. И вот для меня такого показателя в плане EOS более чем достаточно, чтобы сделать вывод, что у этой платформы есть перспектива роста. Ну, я понял. Но это же есть и сейчас, правильно? Да, да, да. То есть это есть и сейчас. Но если его продолжат сливать, то может быть эта гипотеза по поводу того, что этот инструмент кому-то нужен, она окажется неверна? Вот как понять в этом случае? Ну, вот это же и есть риск. Просто вот чем отличается твой подход от моего? Я когда инвест набираю, я набираю на какую-то долю, которую я не готов потерять. Твой интерес – это максимально припарковать капитал и забрать какое-то понятное движение. Просто немножко разные, ну, в этом случае немножко разный подход. И, ну, я же не раз уже, мы об этом говорили, то есть если EOS взять там с хаёв, то там минимальный уровень, в который он должен скачать там плюс-минус в районе двух долларов, в случае, ну, я имею в виду, когда будет быть червинов. Поэтому, ну, покупая его по 67 центов и даже увидев его там по 0,5, по 50-40 центов, ну, я считаю, что я не сильно рискую. А какой процент капитала тогда вот примерно у тебя выделил? Ой, на такую историю небольшой там, 3-4 процента, ну, то, что я буду покупать. Вот я сейчас довольно большое вложение, ну, по проценту для меня сделал в XAVU. Это что такое? XAVU. Не, XAVU. Это история экосистемы Avalanche. Ну, тут история графика на Bybit очень маленькая, потому что он всё время торговался на... Ну, ты не найдёшь лучшей истории, я думаю. А где он торговался? Сейчас, Defilama, наверное. Defilama, возможно. А, это TVL. Ну, попробуем... Ну, смысл понятен, даже по TVL, что у него тут было. Да, смысл в том, что этот вышел, ну, вышел проект Avalanche. Это площадка, стартер, ну, лаунчпады, лаунчпулы в сети Avax. Я участвовал в этой истории на прошлой бычке, и, там, успел поучаствовать в проектах, которые занесли, там, 10, 15, 20 иксов. Один даже, там, 150 иксов был, но там была крайне маленькая локация. Ну, в деньгах, я имею в виду, выделена. И, ну, я засунул, там, порядка, сейчас, где-то 10 процентов. То есть, вот на этом падении где-то ты купил, да, или как? Я покупал его по чуть-чуть, скажу тебе честно, у меня там была покупка в районе доллара, потом где-то в районе доллара 30, и вот сейчас я покупал опять где-то в районе доллара 0. Короче, плюс-минус на безубытки у тебя наболтается. Может, минус какой-то, да, будет? Но тут интерес в чем? Сразу вся позиция закинута на Avalanche, и застейкана на год с локом. То есть, мой интерес здесь заработать не на самом... Ну, спекулятивная часть тоже есть, но небольшая. То есть, вот этих там, давай, чтобы легче было считать, 10 процентов, 2 процента лежит как спекулятив. То есть, если я увижу там движение в 2-3 доллара, например, я просто продам их для того, чтобы окупить те вложения, которые мне застейканы. А стейкинг вот как раз для получения локации, там сейчас вот прям в реальном времени идет сейл. Вот у меня через пару часов будет выкупа локации. А что дают? SESR Games, игрушка, там карточная какая-то, с довольно скопеечной капитализацией, там 300 тысяч долларов они собирают. То есть, ну, скажем так, интерес на иксы, да? Причем давно на Avalanche ничего не выходило, последний сейл был в четвертом месяце 23-го года. И я же говорю, у меня как... То есть, понятно, что можно было там по 10, ну, не по 10, там по 20, по 30 центов его покупать. У меня какая-то, ну, какое-то количество монет было небольшое, которые остались там, я еще их долларов 5 покупал, они там 10 раз окупились, ну, на сейлах, я имею в виду. И я их не продавал. И когда я увидел, что проект оживает, ну, начинаются сейлы, я начал просто потихоньку вот в районе доллара, ну, плюс мы видим, тут уже какое-то накопление пошло, объемы есть, и я начал в районе доллара его подсобировать именно для сейла. То есть там просто история этого проекта в том, что там один сейл может окупить сразу все вложения. И в этом интересе. У тебя останутся бесплатные монеты, залоченные на год, которые дадут возможность участвовать дальше в сейлах. Я просто... А они что-то, какой-то процент выплачивают за лог или нет? Да, да, да. Честно, я не смотрел, ну, не вдавался в подробности, там, 7 или 8 процентов годовых, то есть он небольшой. Он, скажем так, он не суперинфляционный. То есть это не та история, как там токены, которые запускаются, платят по 500 процентов годовых, и их укатывают. То есть тут вопрос от ТВЛа. Как только появится хороший ТВЛ, сейчас у них на сегодняшний день порядка 30 с чем-то процентов токенов золочены. То есть вот... И тут же в чем интерес еще, почему покупка вот сейчас, а не там после того, ну, там, после сейла, например. Сейчас, если сейл хорошо выйдет, 28 числа первый разлог. То есть сегодня 24 сейл, 28-го будет уже первый разлог. Если он, там, проект сразу выходит с эксами, то ксава делает сразу там x2, x3. Почему? Ну, потому что сразу пойдет слух по комьюнити, что вот ожил лаунч проект, и туда побегут все лаунчеры. То есть я попытался в этом случае предугадать эту историю, и... Ну, так как я... Ну, классно, классно. Не, на самом деле логика хорошая, да, сыграть на опережение с каким-то риском, ну, может быть. Ну, а вот, хорошо, ты говоришь, карточная игра. Как часто там вообще что-то происходит, где можно поучаствовать? Если у них какая-то дорожная карта, не знаю, там... Вот так это не работает, потому что, ну, если бы сейлы были все запланированные, то легко было бы манипулировать ценой. То есть оно происходит, ну, в моменте. То есть выкладывают сейл там, он будет через три дня. Регистрация открыта. Или там через неделю, все. То есть вот этот памп, где он... Ну, если не ошибаюсь, вот с доллара до доллара девяносто, это был памп на новости о том, что будет сейл. В котором ты и планируешь участвовать, правильно? Да, я в нем участвую уже. Я же говорю, вот у меня через пару часов будет выкупа локации. И как бы... И тут, я же говорю, тут интерес в том, что если сейл выходит хорошо, то сразу токен... А что значит хорошо? Подожди. Он же не выходит сразу куда-то в публичное? Или он сразу где-то будет торговаться на дефе? Нет, ну, он сразу будет торговаться на свапалках, на свапалках, ну, то есть на дефе. И вот конкретно в сети AVAX есть куча проектов, которые запустились там на прошлом бычьем цикле, дали там по 150 иксов, и при этом все еще не повыходили на дексах. То есть у меня таких монет... Ну, а получается, подожди, если на дексах они не вышли, где они торгуются тогда? Ой, на дексах. Они не повыходили на дексах. То есть они на дексах есть. Изначально на Пангалеоне там еще один, я не помню, как называется, ну, AVAX-овские свапалки, которые в сети AVAX в основном используются. И там вот Platipus есть проект. То есть у меня просто еще куча остатков этих монет, которые я покупал когда-то на сейлах, они остались. Они там сейчас какие-то копейки стоят, но это уже остаточные разблоки. То есть я там обычно ТГЭ от 25 до 40%. То есть благодаря этому ты сразу 2-3 X к депозиту забираешь, и у тебя остаются бесплатные токены. Ты имеешь в виду не к депозиту, а к капиталу, который ты проинвестировал? Ну, да, не к депозиту, а к, я имею в виду, к депозиту, выделенных на эту историю. Ну, интересно, интересно. Что еще? Что еще интересно есть на сегодняшний день? На что вообще стоит обращать внимание? Ну, я бы честно присматривался к старичкам, ну, точнее, я присматриваюсь к Лайткоину, к Зэг... Мне тоже кажется, друзья, Лайткоин, напишите еще одна. На мой взгляд, по крайней мере, в моменте, очень мертвая история. Лайткоин у нас был несколько раз. Мы один раз на нем заработали, второй раз вышли в безубыток, и вот как-то и все, и что-то как-то он... И при этом посмотри на его историю графика. Он всегда выглядит как мертвая история, а потом делает по вам. Ну, блин, ну, мне кажется, проще его где-то здесь поймать и зайти в тренд, нежели чем вот это вот сидеть, вот это вот, ну, не знаю, мазохизм такой. Вот я согласен, но тут же разговор... Ну, вот для меня инвестиции, вот видишь, у тебя, получается, спотовые спекуляции. То есть ты пытаешься найти то же самое, что я ищу там, ну, условно, каждый день для внутридневных сделок, только с каким-то более-менее трендом. А спот для меня, это как раз спокойная история. То есть, ну, куплю по 66 Лайткоин, ну, упадет он там до 40, например. Я докуплю еще раз, я же не буду его по 66 покупать на всю котлету. И у меня есть там зона вот накопления, в котором я его буду накапливать. И я там, ну, с уверенностью в 99% я знаю, что я увижу его по 200. И у меня средняя точка входа будет не 60, благодаря тому, что он упадет, а 50. Ну, то есть для меня в этом случае... Откуда такая уверенность? Откуда может появиться уверенность, что это будет 200? Мы же рассуждали на эту тему. Это история. Ну, то есть, если ты покупаешь один актив, да, это выстрел себе в ногу рассчитывать на такую историю. Но когда у тебя есть список активов, то есть, ну, даже если один из них там, ну, соскамится, мало вероятно, наверное, что Лайткоин соскамится, но тем не менее, даже если там один из них соскамится, ты все равно в общей истории будешь в нормальном профите. Просто тут вопрос, что моя стратегия к подходу на споте – это DCA. То есть, покупка средней цены. Понятно, что по 350 покупкой средней цены не надо заниматься. Но когда актив упал на 90% и торгуется в этой зоне, ну, почему бы не накапливать? То есть, мы по факту же, вот 120-40 – это же выглядит только как зона накопления, а не какой-то рост, если смотреть на глобальный график. Да, ну, если смотреть на график, да, но за этим же должен стоять какой-то фундамент, понимаешь? Такой подход, он очень, вот опять-таки, на мой персональный взгляд, такой подход работает с активами, где есть какая-то внутренняя стоимость, где, там, не знаю, мы смотрим на какие-нибудь компании, да, и там понимаем, что там есть бизнес, есть кэшфлоу, есть там какое-то развитие, там есть предположение, гипотеза, да, на 100%. Ты даже с бизнесом не знаешь, будет ли этот продукт нужен через какое-то время, не придут ли компании новые, которые разрушат индустрию, придут с новыми продуктами, бьют маржинальность, и эта компания уйдет в небытие. Но там хотя бы есть что-то. Когда мы говорим про крипту, это все такое, знаешь, условный некий фантик, и там, не знаю, ну, купил ты, понимаешь, вот моя логика какая, то есть моя же цель – заработать. Вот для меня играть вот в эту вот историю, купить на 1-2%, я от этого ушел. Это такой анонизм, ну, по-другому я назвать не могу. Ну, то есть смысл, ну, вот хорошо, ты купил там 10 монет по 1-2%, вот что-то у тебя выросло, а что-то нет. И в итоге вот ты занимался огромным количеством какой-то работы, смотрел на графики, там что-то открывал, что-то там играл в DCA и так далее. А по итогу на твой капитал ты заработал пшик. Ну, я могу там, не знаю, один раз зайти, просто прокатиться на 10% от капитала в какой-нибудь тренд и там сделать там плюс 30%, это будет плюс 3% к моему капиталу. И не заниматься вот этим всем. Вот смысл? Как ты это объясняешь для себя? Тут вопрос подхода. Я же тебе… Не, ну цель-то конечная, что у тебя, что у меня, заработать деньги. Ну, я… Разница между тобой и мной, я зарабатываю внутри дня. То есть, ну, у меня… Ну, то есть, помимо, если мы говорим о трейдинге, это внутридневная торговля. Да, я сейчас от нее хочу отойти. Нет, смотри, подожди. Мы говорим про долгосрочный подход. Каждый там… Трейдинг это мы сейчас не трогаем. Скальпинг, вот есть Антон Клевцов, он там вообще, не знаю, 500 сделок за день может сделать и тоже неплохо заработать. Мы говорим про долгосрочные инвестиции. И вот смысл вот этого… Это же, понимаешь, я вот, знаешь, как… Против криптоновских подходов. То есть, я на них смотрю, и вот это то, что ты делаешь ты, это классическое… Уже, да, на крипторынке есть классические подходы. Это классический подход. Но я не вижу от него какой-то пользы фактически. То есть, в деньгах-то это не конвертируется. Это вопрос… Ну, опять же, вот я же говорил, мой опыт, я спот-портфель набираю не так часто. Это третий раз, ну, за все время, что я на рынке. И я делился своим опытом. Я всегда продавал раны. Ну, то есть, я продавал там в виде 5XO. А, как говорит один мой хороший товарищ, который довольно успешен в инвестициях, он говорит, что на крипторынке больше всех зарабатывают мечтатели. Это вот те, которые ждут там 20-30 XO. И многие дожидаются. Поэтому я не раз делился. То есть, у меня, да, у меня классический криптанский подход. Я набираю по DCA. Если вижу возможность где-то хорошо выйти, забрать свои, я обязательно это сделаю и оставлю бесплатное. Там вот тот же Дивайдиск, когда туда-сюда ходил там от от доллара там до 2,5 где-то. Я там пару раз успел прокатиться. То есть, я его там в районе 1,10-1,15 покупал. Ну, просто хорошо. Смотри, вот ты купил на 1%, по 1,10-1,15. По 2 продал. Что у тебя там поменялось? Ну, почему на 1%? Ну, почему такая... По сколько? Хорошо, по сколько ты набираешь? По сколько ты набираешь? Ну, если конкретно за Дивайдиск, я-то брал процентов на 20 от депозита. Но это... Тогда не было уверенности. То есть, причем Дивайдиск отстреливал еще раньше рынка. То есть, рынок еще там катался. И Дивайдиск, я брал процентов на 20 от депозита, при двух иксах забирал свое. Единственную ошибку сделал, что когда вот он вот тут опять начал падать, я закрыл там в небольшой плюс остальную позицию и так в него и не вошел. То есть, вот, ну, где-то моя спекулятивная вот эта составляющая, как у тебя сработала, знаешь, зачем сидеть в просадке. Хотя монеты уже были все бесплатные. И вот чем классный криптанский подход, я знаю, например, людей, которые вот чисто плотно спотом занимаются, они на том же Дивайдиск умудрились несколько раз прокатиться. То есть, там, 50% отскока забирают свое, 50% вот этих прибыли оставляют в монетах. При походе опять там в район бакса там чуть выше берут еще раз. Поэтому тут у всех свой подход. Безусловно. Самое главное, вот просто по поводу мечтателей, да, это же ошибка выжившего. То есть, на одного чувака, который заработал там 100 иксов, есть тысячи тех, кто просто похоронил весь свой капитал в крипте. Поэтому... Ну, таких, таких, в основное, ну, давай будем откровенными, в крипте хоронят деньги основное большинство. Ну, так устроен рынок. На рынках в целом. На рынках в целом люди, большая часть людей, теряют деньги. Да, да, да. Поэтому, ну, большинство, большинство теряет, это факт. Но вопрос подходов, да, может быть, криптанская история, она, ну, скажем так, не совсем там подходит. Но вот опять же, то, что мы, да, ну, блин, в тот момент и ты набирал, когда я брал там Арбитру, Малису и так далее, и так далее, и ты в этот момент набирал в НГИ. Ну, я имею в виду портфель. Ну, вот, вот, вот как бы мой подход, понимаешь, то есть мы что сделали? Мы начинаем, то есть мы очень долго там сидели, да, там ничего не покупали, очень долго там, не знаю, были попытки здесь что-то прикупить немного, потом покупали где-то здесь, потом здесь вышли, и вот примерно с конца лета, вот где-то здесь, когда биток был, конец лета мы прямо активно, активно покупали, 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 и последние наши ланги были в начале декабря, и с тех пор мы больше ничего не покупаем, только фиксируем прибыль, и вот в принципе, ну, вот мой подход очень простой, мы забрали какой-то тренд, этот тренд закончился, сейчас там у меня продолжает висеть там эфир, без убытки, еще там какой-то пул позиций, ну, там, не знаю, там от 20 до 30 примерно процентов, наверное, ближе к 20 отстатке, которые остались, и, собственно, все, то есть мы ждем как бы нового какого-то, импульса, и как только он вырисуется, мы, соответственно, начнем в рынок заходить, то есть зачем вот, ну, я тебе, я тебе расскажу простой пример, те, кто покупал подисей, ну, я лично знаю человека, который начал подисей набирать с 20 тысяч, у него средняя точка входа по битку получилось 18 600, на 40 он продавал там львиную долю, он часть оставил бесплатных монет, и если посчитать то, что набиралось подисей с подходом продать на x2 и процент доходности, он не будет сильно отличаться от того, что ты сделал на этом движении, но есть одно но. но есть одно но. Ты больше наблюдал за рынком, ты больше сидел, ты больше тратил времени, а вот этот набор подисей, он был технически обоснован там заранее, на процент падения, то есть насколько, от какого процента падения набирать рынок, то есть это, ну, обычная коррекция там по ФИБе, которую, ну, ты технически тоже не сильно любишь, но сам факт, вот у человека была изначально выстроенная стратегия, и средняя точка входа у него получилась не так уж и плох, не такая уж и плохая, поэтому вопрос DCA, как его применять? Смотри, вот у меня есть два очень классных здесь замечания, первое, мы говорим сейчас постфактум про инструмент, который показал сильный тренд, это первое, да, то есть инструмент, который показал сильный тренд, я думаю, что если бы мы взяли какой-нибудь DYDX, и вот этот вот DCA, то он бы ни хрена не заработал вообще, у него была бы средняя в районе, где он сейчас торгуется, и на этом все, это первый момент, потому что инструменты, которые растут в цене, сильные тренды, безусловно, там как бы подходы с all-in, подходы там с DCA будут показывать лучший результат, это факт, то есть я понимаю, что мой подход, он не идеальный, то есть, например, на сильно бычьем рынке, подход all-in, если ты попал на дне, он даст тебе безусловно больше, нежели чем мой подход, но мой подход же evergreen, понимаешь? Это первый момент, второй момент, что значит DCA? У тебя должен быть постоянный кэшфлоу, который ты реинвестируешь, ну вот если ты взял, например 100 тысяч, вот хорошо, DCA, сколько ты его будешь набирать? Бывает же так, что ты начал набирать, а инструмент полетел вверх, и все, и у тебя нет вот этих вот коррекций по твоей, по FIBA и так далее, ты взял на вот эти 3% на 5, и на этом все, поэтому, да, в конкретных случаях, подожди, Артем, послушай меня, в конкретных случаях, безусловно, этот подход, вот в конкретном случае, он дал больше, но если мы начинаем рассматривать разные сценарии, вот знаешь как, то есть, ты берешь, строишь, дерево различных сценариев, которые у тебя могут быть, то есть, ты строишь один сценарий, строишь другой, строишь третий, строишь там четвертый, пятый и так далее, и вот задача же, построить такой подход, который бы отрабатывал тебе, давал наилучшее соотношение риск-реворда в максимальном количестве этих сценариев, правильно, ну цель, потому что рынок-то разный, сегодня рынок один, завтра рынок другой, там, послезавтра, там, мы уйдем во флет, широкий, там, и так далее, и вот задача прийти с каким-то универсальным подходом, в отдельных конкретных сценариях, конечно, будет подход, который супер будет работать на быщем рынке, будет подход, там, в таких-то историях, и так далее, поэтому вот, я на это смотрю так, что ты можешь соответствовать, да. По поводу ДИКС, ДИКСа того же, если брать со дна до хайок, он дал сильно больше битка, процентов. Нет, мы говорим про ДИСЕЙ, причем здесь, ну, по лоу, ну, говорить о том, что со дна до хая, ну, блин, это, ну, это зашквар, просто даже, это даже не хочется комментировать. Нет, ты не понял, что к чему я тебе говорю, что, но при этом, это выглядит как большой боковик, то есть, ну, условно, вот тут зона от 4 до доллара, это все зона ДИСЕЙ. Да, я же тебе про это говорю, если бы ты тут набирал, то у тебя была бы средняя цена, вот она сейчас торгуется на среднюю. Но проблема в том, что он еще ничего не показал, вопрос покажет ли, вот в этом-то и есть. Так вот, я же тебе, вот об этом-то и речь, понимаешь, когда ты говоришь про конкретный трендовый инструмент, который выстрелил, дал там 3Х, вопросов нету. Но будет ли у тебя этот сценарий, или нет? Понимаешь, мой подход, так он вообще, мы в ДВДХ не были, потому что он стоит во флете. Понимаешь? Вот в чем как бы прикол, то есть, мы берем трендовые инструменты, которые начали, мы туда загружаемся хорошо, мы не загружаемся там по 2, по 3, по 4 процента, мы грузим туда нормально капитала и катимся на этом тренде. Как только тренд закончился, мы оттуда вышли. Вот и все. Ну вот, там просто такие примеры, там не знаю, H-bar, да? То есть, у нас первая сделка была, здесь, где-то во флете мы его купили, уж точно не помню, потом он пошел, мы добрались, и потом мы, соответственно, где-то здесь мы вышли. То есть, мы забрали, у нас там средняя получилась, не знаю, там 6, ну 6,3, наверное, там что-то такое, получилось 6,3, там в среднем по 9 мы закрыли. Ну вот плюс 50 процентов на капитал мы взяли. Грубо говоря, 10 процентов ты туда загрузил, 5 процентов капиталу ты получил. Зачем заниматься вот этим вот анонизмом, который пол крипторынка делают? Я не понимаю. Ну вот, ну, я же, мы с тобой как познакомились? Я у тебя тоже чему-то учусь. То есть, у каждого есть свой опыт, и мне нравится твой подход, и я его тоже изучаю. То есть, вот от тех же спекуляций я тебе говорил, как я хочу уйти. с помощью опционов. Почему? Потому что, ну, рынок 80 процентов стоит в боковике. И если правильно выбрать время для опциона, все, что можно заработать с этого рынка, можно просто заработать ожиданием. Ну, вот одно движение. При этом, дельта-нейтральная стратегия, когда ты просто в две стороны открылся, ты по-любому заработаешь. Да, если ты попал в импульс, да, по-любому. А в импульс попасть не так сложно, если ты понимаешь, что ты уже месяц простоял, ну, импульс вот где-то тут. Ну, если мы не говорим там за... Это тоже не так однозначно. Я не говорю, что, понимаешь, я еще раз хочу, друзья, вот те, кто смотрит, я не настаиваю, что то, что делаю я, это, знаешь, истина в последней инстанции. Я дискутирую. То есть, я просто пытаюсь, там, я как бы доводы за, доводы против. И вот где-то истина, ну, вот опять-таки, она, наверное, для каждого в конечном счете будет своя. И мне интересно, потому что, мне кажется, финансы и инвестиции это такая профессия, где, ну, нету конечной точки развития. То есть, это путь, да, как у самурая. Каждый трейдер это самурай. Нету цели, есть путь. И вот каждый год ты учишься, тоже вот мне нравится Антон Клевцов. Он очень долго занимался скальпингом, потом он плевался на этот российский рынок, что там не хрен делать. Ну, как, конечно, ты смотришь на американский рынок, смотришь на ликвидность, смотришь на объемы. Он говорит, ну, что мне туда идти, что мне туда делать? Потом он торговал инвестиции. А потом, в конечном счете, пришел опять на российский рынок и там показывают, ну, какие-то очень, очень прям хорошие, сильные результаты. Поэтому. Я смотрел интервью, когда он говорил, что я не понимал российский рынок, а вот попался человек, который объяснил и говорит, я офигел. А, кстати, вот, я про что говорю, почему пример, что нет аксиом. То есть, мы всегда, мы все учимся. То есть, я и ты, каждый специалист, просто каждый, условно, на разном, возможно, где-то уровне, да, кто-то там на десятой ступеньке, кто-то на третьей ступеньке, но этих ступенек бесконечное количество. И ты все равно идешь, идешь по этим ступенькам, каждый год открывая для себя что-то новое и там меняя подходы. То есть, я там, знаешь, сейчас посижу, покручу и там через год скажу, слушай, блин, нет, все это было не так. Криптанский подход, это то, что надо, ребят, по одному проценту раскидываем, значит, капитал и вот там ждем иксы. Ну, вряд ли, конечно, ну, кто знает. Криптанский подход, который мы все упускаем, ну, я его упустил по своим причинам в этот момент переезда там и полной трансформации жизни, но, по крайней мере, ну, ребята, кто там были вокруг меня и со мной советовались, все в районе 22-23 начали покупать биток. Только начали. И, ну, у меня есть там у друзей кейсы, кто на этом хорошо заработал, очень довольный. Почему? Потому что вот это простая математика, которая работает всегда и ее не нужно менять, потому что у хомяков, ну, вот тех, которых, как правило, сбривают рынок, у них память, как у рыбок, они придут другие. И ничего не нужно менять в этом рынке, то есть как бы приходит, сначала растет биток, потом следом за ним там постепенно начинает расти все остальное. И те, кто там старые криптоны, все накапливали биток. И там, ну, все условно близко к дну. Просто то, что у нас была история там в новостном фоне, что 30 мы не пробьем, не пробиваемый уровень и так далее. Я, ну, с задним числом, безусловно, то есть, когда ты смотришь на какие-то тренды, то да, но еще раз, на мой взгляд, цель любого абсолютно человека, который играет в долгую в эту игру под названием финансовые рынки выработать стратегию, которая бы была жизнеспособной при максимальном количестве различных сценариев, которые мы можем получить. И вот, как бы, это является целью. Потому что на определенном рынке, безусловно, есть одни стратегии. Вот очень классный пример, там, 2008 год. Очень много людей сделали большие деньги. Кто брал риски, очень много прям заработали. Но в индустрии потом остались лишь единицы. Многие, кто-то вообще плюнул, начал бизнесом заниматься, кто-то эти деньги отдал рынку за следующие несколько лет. Но, почему так? Потому что те стратегии, которые работали, вот этот короткий промежуток времени, они потом перестали работать. И вот цель все-таки, конечно же, и это очень интересно, одновременно ты должен иметь какие-то авиагрин стратегии, и одновременно ты должен быть открыт новому. Потому что многие не успели заработать в 2008 году, не успели перестроиться. Об этом вот рассказывал, по-моему, Роман Вишневский, это из United Traders. И вот он говорил, что многие люди, вот мы брали риски, у нас, грубо говоря, там в команде было понимание, что в этот момент времени нужно рисковать, а кто-то остался на том же уровне и брал риски, и зарабатывал те же там 3-4-5 тысяч долларов, как он зарабатывал до этого. То есть, это не было условно вот этим геймченджером, где ты там в день зарабатываешь по несколько там десятков, сотен тысяч долларов, создавая тем самым себе какой-то большой капитал на будущее. Но это такой философский вопрос, друзья. В общем, пишите, что думаете, ваши мысли по поводу будущего эфира. В общем, все, что мы обсудили, с удовольствием посчитаем. Я думаю, что и Артему будет интересно почитать. Критику тоже мы приветствуем, друзья. Кто-то написал там критику. Ну, критика бывает разная, да, иногда там люди пишут, слушай там, Андрей, я хочу, чтобы ты делал так. Ну, я хочу, чтобы ты пошел нахер. Вот, в целом, ну, понимаешь, то есть очень честно, ты мне не говоришь, что делать, я тебе не говорю, куда идти, но критика объективная. Я думаю, что я и Артем мы всегда приветствуем, потому что мы не идеальны, мы стараемся делать для вас контент лучше. Наше мнение не является ни моё, ни Артема, аксиомой в последней истинной, в последней инстанции. Мы точно так же, как мы уже сказали, учимся, продолжаем учиться и открывать для себя новый рынок. Поэтому, друзья, комментируйте, пишите, благодарите Артема, потому что он читает, ему тоже приятно читать ваши благодарности. И так он с удовольствием чаще к нам будет приходить. Артем, тебе большое спасибо. Может быть, что-то хочешь сказать в конце? Тебе тоже большое спасибо, как всегда, за приятную беседу. Даже такой, за небольшой спор. В споре рождается истина. То есть, важно понимать, что тут не личностные споры, а именно спор в ручке трения профессионалов, людей, которые занимаются, и разных подходов. А с большим уважением я к себе отношусь. И поэтому, то есть, тут именно исключительно спор на вот этом профессиональном уровне, ни в коем случае не переход на какие-то там личности и так далее. Да, я понимаю. Я тоже считаю, что нужно постоянно учиться. Именно поэтому я вот заряжаюсь общением со своими партнерами, уже ставшими некоторые, больше, чем партнерами, в какой-то степени друзьями. поэтому учитесь, развивайтесь, слушайте мнение чужое, но пытайтесь формировать свое. Потому что вот самое страшное это от кого-то полностью зависеть. Сто процентов. Потому что я это проходил когда-то, там всякие вип-гропы, я плотно в рынке, там довольно плотно с 18-го года, куча випок там и так далее. Ну, особенно, когда ты зеленый и не знаешь, что выбрать. Это очень сложно. Поэтому всем всего хорошего. Да, Артем, спасибо тебе еще раз. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии и увидимся в следующих выпусках. С вами был Андрей Михайлис и Артем BingX. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока.